Сегодня в российской столице начал работу 18-й Всемирный Русский Народный Собор. Его возглавит Святейший Патриарх Кирилл. А накануне в рамках собора уже началась работа секции, посвященной жизни и делам Великой Владимирской Княгини Марии Ясыни. От Аландской Княжны до Святой Русской Княгини. Так называлась конференция, в которой приняли участие духовенство, миряне, общественные и государственные деятели, а также гости из Республики Осетия. Конференция, которая состоялась в Зале Церковных Соборов, Храма Христа Спасителя, стала своеобразным ответом на научные чтения, посвященные преподобной Марии Ясыне, прошедшие во Владикавказе в мае. Именно тогда фонд «Аландское наследие» преподнес в дар храму преподобной Ефросине Московской икону благоверной Марии Ясыне Владимирской, перед которой сейчас совершаются молебны святой в новом храме Евдокии Московской в столичном районе Котловка. Она все сделала, чтобы не было распро, чтобы не было междоусобиц, она учила детей жить в мире, почитать старших. Давайте с вами вспомним, 12 век, тяжелейший период в жизни нашего государства, раздробленность, когда каждый себя имнил великим князем, и каждый хотел им стать. И женщина, которая призывает к любви, к милосердию, благотворительности. Мария Ясыня – осетинка, которая вышла замуж за Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. Она создала модель мощного русского государства, большую семью, родив 12 детей. Она же построила храм Пресвятой Богородицы во Владимире, способствовала написанию многих икон. За свою подвижническую деятельность Мария Ясыня стала третьей святой землерусской. Сегодняшнее, значит, очень важное событие, где поднимается для нас, для жителей Республики Северная Сеть Аланья, такая важная тема, как роль в истории, что называется, нашей землячки Марии Ясыни. Это для нас стимул, это для нас лишний сигнал к тому, что великая наша страна могучая, что великая наша страна единая, и таковой будет всегда. К слову, появление иконы святой в храме княгини Евдокия, не случайно великая княгиня, которую считали покровительницей Москвы, была продолжательницей дела Марии Ясыни, устроительницей храмов, благотворительницей и объединительницей народов. Единство, в котором является огромнейшая сила нашего Отечества, оно как бы генетически закреплено нашими предками, потому что если мы посмотрим на жизнь преподобной Марии Ясыни, то увидим, что она осетинка, княжна осетинская, Аланка, вышла замуж за русского князя и стала бабушкой святого благоверного князя Александра Невского. То есть наши предки, они это единство подтвердили еще такими вот кровными усами, и мы сегодня просто обязаны поддерживать это единство. Память о преподобной Марии Ясыни Осетия хранит до сих пор. В честь взаимного уважения народов в ноябре во Владикавказе был заложен первый камень в строительство храма Александра Невского, Георгия Победоносца и Марии Ясыни.